В избежание вопросов дополнительных в конце сразу же оговорюсь, что все, что я буду сегодня говорить, это все-таки некая аналогия. То есть я буду проводить определенные параллели между современными концептами и концептом, соответственно, первого века нашей эры, но так как современное сознание нельзя обнулить до того, чтобы мы воспринимали идеи первого века, как их воспринимали в первом веке, то здесь спасает все-таки аналогия. Поэтому не нужно думать, что я считаю, что то, что говорил Христос, как я это буду интерпретировать, он сам понимал именно таким же образом. Но в контексте эпохи это было примером тоже. Итак, тема моего сегодняшнего выступления – экзистенциальные аспекты синаптических евангелий. И моя конечная цель – взглянуть на тексты Нового Завета непредвзятым взглядом, свободным от доктрины, свободным как от излишней антипатии, так и от излишней симпатии, подчас мешающей следователю еще более чем неприятия. Анализея была молодец. Несмотря на то, что в 21 веке наконец-то появился новый перевод Библии на русский язык, я буду пользоваться в цитатах синодальным переводом 60-62 годов 19 века. Но я называю издание, потому что перевод длится многие, это изделяется. Не потому, что не читал я нового перевода, не буду я его цитировать, да, а как раз потому, что его читал. И тут дело не столько в точности передачи слов и ситуаций, сколько в том, что синодальный перевод уже вошел в культуру. Он уже экзистенциален в том смысле, что он наделен автономным культуральным бытием. Именно его цитировали классики русской поэзии и литературы. А так как моя миссия совсем не религоведческого толка, да, то мне важнее вклад того или иного перевода текста, его влияние на культуру в целом, а не то, сколь совершенно он передает оттенки греческого оригинала. Хотя в каких-то редких случаях я пользовался и новым переводом, но больно уж он какой-то непоэтичный вышел, честно признаюсь. А из трех синоптических Евангелий я прежде всего буду обращаться к древнейшему, то есть к Марку. Его примерно датируют 90-ми годами первого века. Так как Марк, являясь учеником апостола Петра, мог действительно написать его в это время, будучи уже старым человеком. А во вторую очередь я буду обращаться к Евангелию от Матфея, позаимствовавшего многое из Марка, но имеющее Нагорную проповедь. И ряд важнейших высказываний Христа, отсутствующих в Марке. Что, впрочем, тоже о многом говорит, что их не было в Марке. И, наконец, в третью очередь я буду пользоваться Евангелием от Дуки, соборными посланиями святых апостолов, прежде всего, Иакова и Иоанна, а также цитатами из Евангелия Духа, приписываемого последними. Хотя оно и не синоптическое. Хочу сразу сказать, что исчерпать тему у меня за отведенное количество времени, естественно, не получится, так как анализировать евангельские тексты можно многие годы. Но на них, ведь действительно, на них зиждется вся европейская культура, вот уже на протяжении двадцати столетий. Однако я попытаюсь сначала изложить необходимые мне цитаты из Писания, чтобы подготовить почву к раскрытию моего видения книги книг. А затем проанализирую несколько высказываний и событий из четверо Евангелия более глубоко и подробно. И попытаюсь собрать их в единую концепцию, которую я, дабы не изобретать неологизмов, назвал экзистенциальной. Если вам удастся уловить сам принцип, метод моего подхода к анализу этого текста, то вы самостоятельно сможете осуществить подобную же интерпретацию и других интересующих вас логий Христа или его поступка. Так что мой доклад демонстрирует скорее метод, ключ к тексту, чем законченную систему толкования. Для этого книгу написали метод и толстую. Сразу же хочу отметить еще одну важную вещь. В тексте Нового Завета, в том виде, как он существует ныне, почти на каждую фразу можно найти прямо противоположное. Над чем активно смеялись, в частности, Алистер Хараули, акцентируя эти моменты в своих работах. Но так как евангельские тексты представляют собой по большей части компиляцию, что иногда видно даже невооруженным глазом, то остается либо предположить, что часть этих высказываний вовсе не принадлежала исторической фигуре Христа, либо предположить, что утрачен контекст этих высказываний, и вне его невозможно понять непротиворечивость изначальных идей учителя из Нового Завета. Я со своей стороны сделаю то же самое, что делает и так называемая ортодоксальная и кафолическая церковь. То есть выберу те высказывания, которые у меня лично складываются в единую систему, так как даже официальная церковь не принимает все слова Христа, изложенные в Евангелиях, как букву закона. Приведу лишь один показательный пример. Цитирую. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. Патвей, 23 глава. Ну и именно по этой причине очевидно появилось обращение к священнику Святой Отец. Дабы точно сделать поперек изреченного Христом закона. Но что же можно увидеть в христианском предании, если взглянуть на него вне контекста ортодоксальной традиции? Если развести ветвь буквального прочтения и ветвь прочтения символического, как писал об этом Реногенон в своих статьях, разделяя экзотерическое учение и инициатическое. Как раз по этому принципу. Кто лишь сохраняет букву, веруя в буквальность слова, простите за тавтологию, а кто символически прочитывает слово, тем самым получая инициацию в мистерию духа. Любопытно, но тотальности буквального прочтения слова нет даже в реальной, в бытовой речи. По этой причине можно утверждать, что традиция буквальности сохраняется в ортодоксии только во имя единства церкви. Так как всякая интерпретация символа претендует на уникальность. Ведь если ежедневно мы слышим от людей такие фразы, я совершенно потонул в рутине, или я захлебываюсь в окружающей меня обстановке, или я в силу профессии постоянно могу слышать, как учитель музыки говорит своему студенту, сыграя эту пьесу с огнем, но ни у кого не приходит в голову облить себя керосином и поджечь. Как и бросить спасательный круг человеку, тонущему в своих делах. Все понимают иносказательность слова, иносказательность символа, который единством образа, единой ассоциации может передать то, что потребовало множество и множество слов. Итак, символ и открывает нам то, на что указывает, и одновременно скрывает от нас это. Таков язык человека. Так что нужно ли читать библейский текст буквально? Тем более, что текст, написанный в эпоху, когда не существовало еще строго выверенного понятийно-категориального аппарата. Даже в римских трудах. А что уже говорить об Иерусалиме? Ведь в те времена человек, чтобы сказать, что в доме светло, говорил, что тут подобно солнцу сияет. И все понимали его. Так как он не мог еще сказать, что на данное количество квадратных метров помещения, количество светового излучения более чем достаточное для комфортного функционирования зрения человека. Мы и сейчас так не говорим. Хотя, в общем-то, вы меня поняли. По этой причине, я не претендуя на новаторство в данной области, буду интерпретировать новозаветный текст строго символически, а не буквально. Итак, закончим вводные комментарии и перейдем к сути. В своей работе Евангелие от Бернарда Шоу Алистер Кроули высказывает мысль, что в учении Христа нет ни едимой новой мысли. Что это просто компиляция восточных и отдельных греческих раз, типичных для любого учителя пророка того времени. Однако, я позволю себе с этим не согласиться. Так как, на мой взгляд, если рассматривать все новозаветное предание с экзистенциальной точки зрения, то окажется, что новое в нем все-таки что-то было. Даже много и много чего. Я попробую сейчас зачитать ряд необходимых мне цитат с тем прицелом, чтобы все дальше и дальше, погружаясь в избранную мою логию Христа, то есть слова, да, учителя, мы пришли таки в конце моего доклада к иному взгляду на учение Сына Человеческого. Вот важнейший с моей точки зрения фразы. Цитирую. Не судите, да не судимы будете. Праведник не судится, и на суд не приходит. С другой стороны, из уст Христа в Евангелиях мы постоянно можем слышать фразы о гиене огненной, в которой будут гореть нечистители. Ну, это все знают. Но гиена огненная, или более точно, ге-хен-ном, да, то есть долина геномская, это место, где сжигали мусор и мертвых животных. То есть во времена Христа это была такая большая помойка на окраине Иерусалима, на которой избавлялись от того, что лучше уничтожить, дабы оно не навредило еще более. Ну, как, к примеру, трупы умерших животных. Избавлялись от того, что не имеет пользы. То есть то, что принадлежит Белиару. А имя этого демона дословно так и переводится. Без струкз. Вот, кстати, фотография, как выглядит гиена огненная в нашей дне. Вполне реальное место. Не метафизическое. Однако у всего есть свои предпосылки глубинные. Это, конечно, очевидно. Поэтому я не буду сводить здесь только к помойке все. Так Шифман в книге «Ветхий завет и его мир» пишет, цитирует, «Среди обычаев сиро-палестинского региона особое место занимало принесению в жертву сожжение живьем богу сыновей жертвователя, практиковавшиеся обычно в критической ситуации. Да, сыновей, да, много. Это каждый день в них сжигать жертвы. Такие жертвоприношения назывались по-финикийски молх, по-еврейски молях. Останки таких жертв хоронили на специальных кладбищах, называвшихся «тофет». Да, знаменитые все слова из Ветхого Посолета. В долине Хенном, недалеко от Иерусалима, иудеи приносили в жертву животных, поскольку человеческое жертвоприношение вудаизме запрещено. А из еврейского «ге-хенном», долина иномская, и возникло слово «ге-енна». Из двух этих базовых посылок «не судить» и «концепты гиены», я буду строить свою интерпретацию. Но, помимо прочего, хотел бы привлечь и еще несколько важнейших «богих» Христа. Опять-таки. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Или «Итак, во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступаете и вы с ними». Или еще одно важнейшее рассказывание. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца и угля. Но это все в ответ. Это разные места, но это все в ответ. Но что же такое царство отца? И кто есть отец? В текстах гностической традиции, как пишет Эйлен Пейджелс, в частности, божество именовали в том числе антропоса. Иисус так и называл себя, если гереческий текст читать, сын антропоса, сын человеческий. Там это слово использовано. В синодальном переводе это, соответственно, сын человеческий. Но что есть антропос Адам Кадмон, как не человечество во всей его потенциальной и актуальной совокупности? И ведь действительно Христос говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. Это Лука. А в гностических текстах есть аналогичные фрагменты, где Иисус прямо указывает, что идти к Царству не нужно. Оно находится здесь и сейчас. Да, таких фрагментов несколько, по разных текстам. Ложность истолкования отдаленности от нас Царствия Небесного, ну, из-за слова Небесного, проистекает из-за классической замены в иудаизме имени Бога. В данном случае вместо выражения Царства Бога используется Царство Небесное. Но это не означает, что оно находится где-то далеко. На что однозначно указывал сам Иисус в классическом, принятом всеми церквями тексте. И как мне кажется, именно в этом же ракурсе нужно рассматривать и высказывание, цитирую. «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Матвейт 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 Матвейт. Можно ли больше сказать? «Интроекция», «Утрата осознанной дистанции» или «Тьма внешняя». Разве не более насыщенный образный ряд даёт Слово Евангелие? Но раскрывая столь многое, символическое Слово этим же и сокрывает столь же многое от непосвященного. И не если сам принятый как в католической, так и в протестантской, православной традициях Крест Иисуса символом, означающим здесь и сейчас. Неосознанного ли существования тут, сейчас, в этот самый момент времени требовал Иисус, распятый между прошлым и будущим, между четырьмя сторонами света, каждую секунду своей жизни выбирающий сам себя. Ибо не название, то есть имя, дает человеку его сущность, но его выбор, его ежедневные дела и мысли. Помните про худое и доброе древо? Коль человек сделал то, что считает худым, значит сегодня он уже худое древо. Даже если вчера он и делал то, что читал истинно. Но всегда есть возможность исправить свои поступки, откорректировать их, согласить со своим внутренним центром. Если же вовсе не делать ничего, быть частью общества, частью семьи, то такой человек поразит. Это вовсе не человек, его вообще не существует. Это лишь потенция к человеку, а не человеку. Ведь Иисус немногозначно говорит, не мир я принес, но меч, чтобы разделить человека, отделить от толпы, от семьи, от своей, от ответственности коллективной. Взять ответственность лично, да, в своем будуре. Цитирую. Враги человеку домашние его, читаем у Матфея. Ведь человек, слитый со своей семьей, в общем, в целое, не имеющий своей ответственности, еще не воскрес для царства. Он мертвый. А как вы помните, предоставьте мертвым погребать свое лицо, сказано там же в тексте. Любопытно и другое. То, что Иисус несколько раз говорит о том, что Бог есть Бог живых. Классически в ортодоксальной доктрине из этого выводят следующий ряд. Есть и Бог, есть Бог живых. А Он, как мы помним, Бог Авраама, ниже с ними, да, то и Авраам до сих пор жив. Отсюда и идея вечной жизни, понимаемая буквально. Есть еще один фрагмент, существующий во всех Евангелиях, но наиболее лаконично сформулированный не в Евангельском тексте, а в символе веры, который есть уже в 341 году, да, на Антихийском соборе. И паки грядущего со славою судите живым и мертвым. Однако у меня и тут есть очень большие сомнения, что из речения вот этих Христа, да, о воскресении и возвращении судить, стоит понимать в прямом смысле слова. Марк пишет, цитирует, после всего явился в ином образе, двум из них на дороге, уже после воскресения до Христа. Но что такое иной образ? Своей жизнью и своим учением Иисус задал определенный, уникальный для той эпохи высочайший этический стандарт. Личной ответственности и ощущения реальности. И разве не этим стандартом он вечно теперь судит живых и мертвых, да, но не воплотим, а в ином образе, как пишет Евангелист. Тут мы уже накопили критическую массу необходимых цитат и подходим к моменту интерпретации учения в целом. И главный вопрос здесь такой, как сочетаются «не судите» и «идея последнего суда». Кто же тогда будет судить и почему дается запрет пастыря на то, чтобы судить? Мой ответ будет сугубо экзистенциальный, но он вполне согласуется с текстами Нового Завета. Помните эпизод отречения святого Петра? Петр трижды отрекается от Христа, но он в ад не попадает. Более того, согласно преданию, он получает ключи от рая и от ада. Так это почему? Я отвечу, потому что важен ежесекундный выбор человека. Потому что человек творит себя здесь и сейчас. И как он может оценить, то есть судить, каков есть другой человек, когда человек может стать льным вплоть до своей смерти. Помните эпизод из Матфея, когда Иисус говорит, цитирую, «И не думайте, говорите себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Авраама». Так как дети Авраама – те, кто поступают столь же самостоятельно и столь же своевременно для своей эпохи, как поступал Авраам для своей. И те, чьи имена способны остаться в истории, как осталось имя Авраама. А не те, кто просто биологически родились от потомков этого великого иудея. Цитирую. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, и сестра, и матерь». Все цитаты из Матфея. «А не тот, кто является таковыми просто по крови, когда сознательный выбор отсутствует, когда осознанная экзистенция вовсе не существует. Человек способен меняться до смерти, а значит, именно умирая он обретает вечную жизнь, так как становится целостным для вечности. Именно после смерти человека становится видно, что он сделал для Отца Антропоса». То есть, читайте современному закону для человечества. «Если дела его хлам, то они сгорят, но не в вечном огне, а в огне вечности». «Где черт их не умолкает, и огонь не угасает». То есть, либо его просто заруют в могилу, либо его сожгут. То есть, указаны лишь два типа погребальной процессии. И ничего более. Хотя, может быть, это и не страшно. Если же дела человека ценны для человечества, для души, мира, или объективной психики, как сказал бы поздний юнг, тогда вы сияют, как солнце в царстве Отца. Но есть проблема в таком учении, с которой, уверенно, Иисус сразу же столкнулся и очень глубоко сумел ее разрешить. Все мы знаем, что во многих случаях сложно определить, благо сделал человек или зло, так как дурные поступки часто со временем приводят к облады, а наоборот, благими намерениями, как известно, путь власть в ад выстанет. Как же можно оценить действия людей, обществ, народов? Для этого нужен концепт последнего суда. Если отвлечься от того, что обычно излагается о страшном суде в ортодоксальной доктрине, и по возможности избегать откровения Иоанна Патмосского, из-за слишком уж буквального понимания его в последнее время в современности, особенно в киноиндустрии, к самому Иоанну у меня предатель никаких нет, просто проще отвлечься от этого текста сейчас, чем пытаться разобраться. Так вот, из Евангелий самих можно вывести красивейший и строго научный концепт. Во-первых, судить мир может только тот, кто находится вне мира. По сути, это первое в истории изложение теоремы о неполноте и опыте, простите. Речь идет о первом веке нашей эры. Во-вторых, судить мир может только в конце времен, когда мир уже перестанет существовать, когда закончится его состояние. Когда мир умрет, все, что происходило в мире, станет целостным, единым событием, событием вечности, сияющим, как кристалл, где нет больше экзистенциального движения и изменений. Все получает свои места. Теперь-то по плодам и можно судить всякое явление, ведь оно завершено окончательно и может быть оценено последним судом. И так как, как вы помните, времени больше не будет, то все, что оказывалось хламом для истории этого мира, будет вечно хлам. А хлам горит на помойке возле мусора. Но то, что стало краеугольным камнем, повлияв на культуру на многие века, теперь будет в сонме святых. Так как каждое событие будет словно бы повторяться вечно, но по-иному. Так как на самом деле никакого мира более не будет. Не будет ни пространства, ни времени. Но если не будет времени, может это значит, что не будет изобвения? Не по этой ни причине Иисус говорит, что нельзя разводиться. Так как если разведешься и снова вступишь в брак, то прелюбодействуешь. Но если разводишься из-за супружеской измены, то разводиться можно. Ведь в вечности действительно соединенные люди навсегда останутся вместе. Даже если они и были в течение жизни не так уж долго рядом. И если каждый из них вступает в новый брак, то для вечности он прелюбодействует. Так как навсегда оказывается связан с несколькими людьми. А в той культуре первого века, о которой идет речь, это считалось преступлением. Но если человек разводится из-за измены, то разводиться можно. Так как для вечности прелюбодеяние, разделившее брак, уже состоялось. И будет длиться вечно. Или нисколько. Это так повторюсь. Вечность это не много-много-много времени. А это сугубо умозрительное. Впрочем, когда Иисус говорит «не судите», то Он не призывает вовсе отказаться от суждения. Ведь Он же говорит, что по плодам узнаете их. А ведь чтобы узнать по плодам худое, то древо или доброе, нужно вынести суждение. И не только о мире материальном, но и о мире духовном. Ведь пишет же Иоанн, цитирует, «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Мне кажется, что «не судите» следует интерпретировать, как «не имейте окончательного суждения». Ведь по плодам судителей имеет то же самое значение. Плод – это конечная фаза развития. Далее цикл начинается с излова. Он упадет в землю, прорастет, будет долго крепко, станет деревом и в итоге снова принесет плод. Но люди выращивают деревья именно ради плода. Он является конечным продуктом в труде крестьянина. А значит, логия с Христа по плодам судите как раз и подтверждает идею о том, что Иисус призывал не иметь конечного суждения о людях и событиях в мире. Ведь мы не знаем, какими они могут еще стать. А плод уже стал самим соборным. Потому что какую меру и меряете, такую и вам будут мерить. Но это не нужно опять же понимать буквально. Каждое действие порождает определенную ситуацию. К примеру, человек, создавая своей жизнью определенный этический стандарт, превосходящий предшествующей эпохи, хоть в чем-то ценном, устанавливает новую меру. И другие люди, хотят они или не хотят, им придется соответствовать этому стандарту. Хотя бы через отрицание его. А не только через принятие. Версию новую. Даже сейчас, в рамках конкурсов или творческих состязаний, сравнивая тех, кто участвует, если из них есть намного превосходящий других лидер, то ни вторую, ни третью премию на конкурсе могут вовсе не дать. А дать первую, там и диплом, допустим, чтобы показать разрыв в баллах просто. Но, если бы этого лидера не было, то все оставшиеся бы заняли эти первые, вторые, третьи места. Кажется, вывод очевидный. Долой лидеров. А именно так и думают многие и многие, улавливая ту логику, о которой я сейчас говорю. Так только вот незадача. В таком случае сам конкурс, то есть ситуация, без превосходящего всех на несколько голов лидера, становится намного более низкого уровня. И вся ситуация в целом также может быть оценена относительно других ситуаций. А ситуации формируют эпохи. А эпохи формируют то, что названо вечностью в тексте писания. Христос создал свою ситуацию, и многие шли его путем. Уровень личной, индивидуальной осознанности со времен стал выше. И даже в начале 20-го столетия, в эпоху наивысшего расцвета неверия, тот же Карл Густав Юнг многократно писал о значимости для психической жизни христианского учения, которое он, как глубокий человек, естественно, понимал в символических категориях. Хотя и отличных от тех, которые привожу я. Что как раз и свидетельствует о том, что символическое прочтение всегда индивидуально. А значит, не может стать основанием для церковной доктрины масс. Для единой церкви, единой буквы, единого слова. Иисус предлагает концепт индивидуального, экзистенциального выбора, ответственности за себя в каждую секунду времени. Цитирую. Итак, не заботьтесь о дне завтрашнем, довольны у каждого дня своей заботой. Сам он называет это свободой. И познаете истину, и истина сделает вас свободны. Я. Или, как писал апостол Иаков, закон свободы, именно так именуя учение Христа. А это виднейший из апостолов, с него начинаются послания соборных апостолов. Более того, Иисус предлагает тотальный контроль не только над действиями, но и над мыслями. Цитирую опять. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Матвей. Но призывая к такому ежесекундному выбору самого себя, как в мыслях, так и в поступках, он не провозглашал волюнтаризма и не провозглашал анархии. Удивительно, но тотальное подчинение и тотальная свобода в каком-то страшном смысле совпадают. Ведь если человек раскрывает подлинного себя, идет именно своим путем, то это в каком-то смысле строго предопределенный путь. Отклоняясь от него, человек отклоняется от самого себя. Но, выбирая подлинного себя, человек, как ни странно, делает это не для себя, но для англопоса, для человечества, или для отца в терминологии евангельского текста. Ведь помните, цитил, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Матвей. Это потрясающий и очень сложный, и очень-очень красивый концерт. Человек стоит перед бездной выбора, и одновременно в этой бездне есть лишь одна единственная путевая нить. Нить, которой и есть он сам. Ведь царство, в которое он идет, здесь и сейчас. Оно в нем самом, и как выбрать себя самого. Выбрав что-то иное, сам человек становится этим иным. Развитие которого тоже предопределено. Таким образом, обладая тотальной свободой, человек все же является тотально детерминированным. Это и есть воля отца. Выбирая что-то противоположное своему нынешнему пути, человек просто становится другим человеком. Человек это философская, а не биологическая категория. Он более не тот, кем был прежде, но и тот, и это, а значит другой. И теперь линия его индивидуальности уже иная, но все равно детерминированна в вечности. Стоя перед дилеммой, выбрать что-то одно из двух, человек, оставаясь самим собой, на самом деле не имеет выбора. Он выберет всегда что-то одно. Это и будет его выбор. Но выбрав другое, он опять не имеет выбора, ибо он становится другим. Христос сам сделал свой уникальный выбор. Он своим учением, своим примером показал, как нужно воскрешать себя. То есть воссоздавать сына человеческого из мертвого конгломерата до сына, или бытовых мнений. Он говорит нам, я есть путь, и истина, и жизнь. Но он никогда не говорил, я есть им цель. Он показал пример пути. Но, как писал другой великий человек, мой путь не ваш путь. Так что имитацию о Христе тоже нужно понимать символически. Когда Христос сформировал свое учение, чтобы о нем можно было судить, он должен был умереть. Так как только то, что перешло в вечность, может быть осознанно в своей целокупности. И он решается на этот страшный шаг. Но решается с большим трудом. Во имя человечества, Антропоса, Отца. Он принимает чашу сию. И именно в этих эпизодах Писания, с момента, когда он решается на крест, можно говорить о том, что Иисус это действительно исторический персонаж. Так как я крайне сомневаюсь, что у Марка был такой фантастический литературный талант, что он сумел создать потрясающе психологичную фигуру, описывая всего лишь магические там целительства восточного учителя. Именно решившись на крест, Иисус впервые начинает выходить из себя. Он нервничает. Для начала он проклинает смоковницу, на которой он не нашел плодов, при том, что плодов на ней не могло быть. Ни сезон был. На что указывает и сам евангельский текст. А это, извините, уже черная магия. Правда, к чести Иисуса стоит добавить, что ни одного человека в жизни, кроме себя, он не убил. Я анализирую синаптические тексты, гностиков не касаюсь, там очень много, конечно. Евангелие детства не гностическое вообще. В данном случае гностическими обзываю с ортодоксальной точки зрения. Все не вошедшие в канон. Не канонические. Правильный, конечно, Алекс, комментарий. Не канонические. А вот после смерти Иисуса, вот там уже черная магия пошла в полную силу. Напомню, ученики его сразу же по сошествию Святого Духа занялись черной магией. То есть убийством людей слова. Причем, кстати, из-за денег. О чем читаем пятую главу Деяний, где рассказано о магическом убийстве Петром посредством слова Анании и его жены Сапфиры за то, что те утаили часть собственных же сбережений от общей казны пасты. Но вернемся к фигуре Христа. По мере приближения дня распятия Христос все чаще выходит из себя. Эпизод с измоковницей уже указал. Далее следует эпизод с изгнанием торгующих из храма, где Иисус предстает уже явно в разъяренной пастасе. Но ведь это предельно психологично. Человек во имя своего дела решается на смерть, чтобы остаться человеком. И очень сильно нервничает в глубине души, что и выплескивается в раздражение. Будь то древо бесплона, которое он проклинает, или профаны барышники, торгующие Божьим домом. Последний раз Иисус вступает в конфронтацию с самим собой, со своей истинной ролью уже в Гефсиманском саду. Он боится, но продолжает верить в необходимость сделать то, на что он решился, во имя Отца, то есть во имя человечества. Ведь он сын человеческий. Наверное, перед такой же дилеммой стоял импедокол, прежде чем прыгнул в жерло кипящего вулкана. Вклад в историю человечества, завершенность этого вклада требует высшей жертвы – смерти, во имя жизни ему. Ибо сберегший душу с ним не теряет ее, а потерявший душу с ним сбережет ее. Приближаясь к завершению, я бы хотел еще проанализировать один важнейший фрагмент из евангельского текста, демонстрирующий действительно новое для первого века учение и подтверждает, что концепт Иисуса, называемого Христом, не был в конфиляции расхожих мнений. Это скорее можно сказать о посланиях Петра, а был новый и хорошо продуманный, укорененный в самых глубинах человеческой души системой. Другое дело, что не нужно все, что говорил и делал Иисус, делать сейчас. Он жил в первом веке нашей эры, в стране иудейской. Не может быть учения, не отражающего на себе контекст времени, не несущего печати эпохи. По этой же причине нужно правильно понимать и апостола Павла. И не нужно там забивать гомосексуалистов камнями. Как мы же живем не в первом веке, нужно соотносить все с нашим временем, да и воспринимать все больше символически, а не буквально. Особенно тексты четвероевангелия. Или как иронично поется в знаменитой опере Прокофьева «Огненный ангел», «Мой юный друг, мы не в 10 веке, в 16 столетии нет невозможного поведеться». Так что не будем путать столетия. И не будем подражать и копировать жизни человека первого века и понимать ее как буквальный пример. Но вот что же такого интересного и нового могут нам показать евангельские тексты еще? Я выбрал для этого сложнейший для толкования эпизод с насыщением 5000 пятью хлебами и насыщением 4000 семью хлебами. В двух словах перескажу этот эпизод, представленный уже даже в раннем Евангелии Марка. Народ долго слушал Христа вдалеке от своих домов, и ученики сказали Иисусу, что тот отпустил их по домам, чтобы они поели. Но Иисус попросил принести все, что есть ясного, и этим оказались две рыбы и пять хлебов. Совершив над ними ритуальное действие, Христос повелел раздавать эти хлеба и накормил этим 5000 человек и кусков набранных, то есть остатков от хлебов, было 12 корзин. Можно было бы просто это списать на банальное описание чуда, коим не из числа в древних текстах. Но вот незадача. Через несколько же страниц в этом же Марке это чудо повторяется, только с худшим результатом. Во втором случае 4000 человек, то есть меньшее количество народа, с благословения Христа ученики накормили семью хлебами, то есть большим количеством хлебов. И собрали они с этого остатков 7 корзин, то есть меньше, чем в первом случае. Встает вопрос, зачем демонстрировать еще раз то же самое чудо с худшим результатом, да еще и акцентировать на нем внимание. А в конце 8 главы Иисус в вопросоответной форме с учениками сам перечисляет, сколько чего было, сколько был народ, сколько хлебов, сколько собрали. Отчет по проделанной работе. Можно, конечно, все списать на прожорливость второй рукой людей. Но думаю, тут дело в ином. На мой взгляд, Иисус впервые тут иносказательным языком излагает идею, которую в современной мире ученые называют психической наконтерапией. Потрясающим, еще недостаточно изученным феноменем. Хлеб, как вы помните, это тело Христа. То есть то, что является нашей жизненной силой. Рыба, как водные существа, в данном случае заменяют воду из Евхаристии. Смысл тут, на мой взгляд, такой. Отдавая себя человечеству, то есть многим людям, человек получает еще больше. Ведь это правда. Когда человек делает что-то, он устает от дел своих. Но когда он берет еще больше дел во имя высокой цели, он устает так же, а делает больше. Оттуда и берется, откуда берется вот эта дополнительная энергия, это фантастический феномен, да, собственно, он необъясним. И фон Франц, по аналогии с физикой, называет этот процесс негонтерапией или негативной энтерапией. То есть процессом, обратным от энтерапии. Когда же человек решает во имя своего отдыха, сократить свою деятельность, он, сокращая ее, по-прежнему так же устает, как и раньше. Он сокращает свой труд еще и еще, пока уже вовсе не перестает, что бы то ни было делать, а остается по-прежнему столь же уставшим. Можно бы было сказать, что человек, когда работает много, он входит в интенсивный режим и быстро расходует в себя всего за малое количество времени. Но вот опять же незадача. Такой человек в таком режиме может прожить больше сотни лет. примеров много. Не так давно из жизни ушел Эллиот Кахтер, композитор, 104 года до конца жизни оттворил. А вот обратный пример, вот вы знаете все, это когда человек выходит на пенсию после 40-50 лет работы и неожиданно начинает резко стареть, а то и вовсе умирает. Может, конечно, сказать, что его работа измотала, но оставшиеся, которые на этой же работе продолжают работать, почему-то не умирают, а продолжают работать и молодыми остаются. Вот, да, человек отдыхая, не отдыхает, а разрушает их смертью. Отдавая себя полностью, человек сберегает себя для себя, а сберегая себя для себя, он отнимает себя у себя же самого для смерти. Накормив пять тысяч человек пятью хлебами, мы получаем еще больше энергии, 12 корзинь, а накормив четыре тысячи семью хлебами, мы получаем меньше назад, но несоизмеримо больше, чем имели изначально. Вот она, негативная энтропия. Засвидетельствую ее на примере собственного, вот этого же года только что, буквально. В этом январе мне удалось в течение суток написать чистовую пахтитуру концерта. Это 80 страниц пахтитуры, нотного текста, 30 минут музыки. Страница сутного текста стандартно по трудоемкости приравнивается к пяти страницам научного текста формата А4. То есть в переводе на обычный текст я чуть меньше, чем за сутки написал 400 страниц научного текста. Это действительно невозможно, но это факт. Это научный факт. Более того, скажу, это одно из моих интереснейших, на мой же взгляд, от сочинений. Концерт этот есть и на Ютубе, есть у меня странички ВКонтакте, вы все его можете послушать. Называется экс-ипсис из тех, да? Полит Филиппи. Так вот, только незадача. Когда мне понадобилось делать оркестровые голоса этого концерта, партии для каждого конкретного музыканта, который играет в оркестре, тут-то уже пошла техническая работа, казалось бы, легкая, а вот включенности в нее уже такой не может быть, и я на это потратил три полных дня. Да? В первом случае я собрал с двух хлебов на пять тысяч это двенадцать, как сказать, а во втором случае всего лишь семь. Да? Пример привел из своей жизни исключительно для понятности и показать, что евангельский текст, понимаемый аллегорически, жизнеспособен и сей час. Вот, да? И в завершение хотел бы привести потрясающую фразу из любимейшего моего послания Иакова, которую я бы посоветовал не только читать, но и перечитывать. Это корочный текст, всего четыре страницы вот этого маленького библейского издания синодального, но текст, несущий потрясающие глубины. Истинное послание, а не доктрину. Процитили. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Разве нет и не подтверждения всего того, что я говорил об экзистенциальном выборе учения Христа? Или вот еще замечательная цитата. Человек оправдывается делами, а не верую только. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, не трепещут. Это, очевидно, противопроценту это, пророчество. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел своих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Интереснейшая аналогия. Вера соотносится не с духом, а с телом. Это дискурс, это мировоззрение, это то, что обусловливает возможность всякого дела. То, в чем могут двигаться наши дела. И именно наши дела есть дух, без которых вера, тело, мертва. Или еще, если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого. Как видите, тут тот же концепт, судить всех и вся может только тот, кто находится вне мира и только в конце мира, так как человек находится внутри системы времени, он живой и изменяющийся организм. Нельзя окончательно судить о человеке, так как все течет и все изменяется. Но тот, кто разумеет делать добро и не делает тому грех, так как в таком случае человек предает самого себя. Он не создает подлинного себя, а не создавая подлинного себя, он лишает этим себя человечества. На этого себя человечество становится беднее. Той ценнейшей крупице, которую он привнести мог бы в истории, той индивидуальной феи, как говорили каббалисты, искры, которая должна была занять вечное место в новом Иерусалиме, в вечном мире, который сохранится целостным и состоявшимся после распада мира, своего рода образом мира, который будет находиться нигде. Это Алитея Хайдегера, незабвение, истина, которая актуализует всю свою потенциальность только в конце мира, когда времени больше не будет. Именно этот красивейший и вполне современный концепт, отвечающий всем требованиям современной научной мысли. С моей точки зрения и был посланием евангельских текстов. Впрочем, я не претендую на истинное столкование, так как уверен, что каждый должен найти в каждой книге, в каждом великом послании свой собственный ключ, и это и будет его подражанием Христу, так как мой путь не ваш путь. И этими великими словами Карла Густава Юнга я и завершаю свой сегодняшний шутер. Спасибо. Вопрос в времени нет. Удаление у вас